Успешно поработали вы? Я думаю, что, конечно, это только в плюс, не в минус. Минус, 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 минус. Минус, 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 минус один в дирекции дорожного хозяйства. Как мы знаем, все прекрасно Андрей Юрьевич Мельнкин, который 23 октября находился в нашей студии. И заверил нас клятвенно в том, что будет продолжать работать на этом посту, на посту руководителя ДДХ. Да, что есть у него силы, желания. Но вот как снег на голову накануне информации о том, что с 25 декабря он по собственному желанию уходит с этой должности. Здравствуйте, Анна Лапшина. И Владимир Сметанин. Это программа «Дневной разворот». Да, здравствуйте. Вот такой калаш музыкальный я, с вашего позволения, сегодня выпустил в эфир. С этой темы и начнем. Почему? Что случилось? Почему, давший обещание работать, все-таки написал заявление по собственному желанию? Этот вопрос мы сразу же хотим задать члену региональной группы общественного контроля за ремонтом и содержанием дорог. Напомню, что группа работает при общественной палате Кировской области. Багиру Шарифову. Багир Багирович, добрый день. Добрый день. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Виталий Брамов еще к нам присоединится чуть позже. Когда добежит через сугробы. Видимо, сегодня они немножко застопорились в нашем городе. Сегодня по графику его очередь оббегать весь город с Филейки часов в 6 утра в 5, по-моему, начал и, видимо, не добежал еще. Просто сегодня труднее слегка. Итак, Менкин, что же случилось-то, на ваш взгляд? Андрей Юрьевич, да. Андрей Юрьевич, ну я знаю, что и вам он в личных беседах говорил о том, что будет работать. Будет. Мы скорбим. Он навеки останется в наших сердцах. Вы сейчас организируете. Добрая память. Ну, на самом деле, я предлагаю вообще за него помолиться, поскольку вот последний раз прямо в Трифоновом монастыре он сказал, что остается здесь на 20 лет. Навеки, вечный практически. И повторил это несколько раз. Ну ладно мне, но ведь там, так сказать, он еще наверх говорил. И не знаю, чем обусловлен его поступок. Я, в общем-то, как бы его прогнозировал. Ну, единственное, что можно сказать, что на сегодняшний день вот такой тренд у власти, он достаточно распространен. То есть на его место придет какой-то Менкин, например, Мунькин. Ну вот как-то так. Может быть, Петров придет? Что вы? Это процесс размытия ответственности, на мой взгляд. А может, Шамиль Бузиков? Ваш коллега по рабочей группе, которому неоднократно говорили о том, что, ну вот Шамиль, попробуй, поработай. Шамиль Бузиков, да? Бузиков, да, да. Коллега по, собственно, группе общественного контроля, который неоднократно тоже был вместе с вами в нашей студии. Ну, если у него хватит силы, если он не слабый, если он... Это сейчас вызов бросает, да, Багир Багир? Да, ну как-то в последнее время. Ну, еще хотелось бы, чтобы там платили, так сказать, ну, мягко говоря, легально, напрямую. Ну, то есть ведь никто не может себе представить, что да, вот на эти деньги, которые, так сказать, декларировал Менкин, он работал там. Андрей Юрьевич, когда заступил на эту должность 9 марта этого года, он сказал там сразу же, что зарплата у меня 30 тысяч рублей. Ну, в течение этого времени там каким-то способом приобрелся там джип, я не знаю, может быть, там еще туристические какие-то доходы есть, но по факту это так. Туристические вы имеете в виду? Он пришел к нам из Москвы с должности... Московская компания. Да, как они называются? Академия развития туризма, по-моему. Туристическое агентство, да, регенды, может быть, может, наследство получил. Я не знаю, но суть в том, что мы все прекрасно понимаем, что это не те деньги, которые человек реально получает. Как это происходит иначе? Помните, его же упрекнули за то, что он не задекларировал дорогой внедорожник? Вот как раз об этом я и говорю. То есть, если де-факто мы видим, что благосостояние человека меняется в лучшую сторону, а де-юре он получает 30 тысяч, значит, возникает в наших головах что? Когнитивный диссонанс. И подозрение в чем-то нехорошем. Ну, да, вот как-то, да, не суди ближнего своего, поэтому я не сужу его. Я просто понимаю, что, да, действительно, существуют какие-то механизмы. Если эти механизмы перейдут в легальную, так сказать, цивилизованную основу, то, мне кажется, Самиль придет и будет работать. Потому что на сегодняшний день он получает больше, чем 30 тысяч менять ему, так сказать, вот у него две дочки, я ведь его понимаю, менять ему шило на мыло, наверное, нет смысла. А хотя было бы правильно, чтобы кто-то из поля зрения тех людей, которые уже не первый год бьются за дороги, пришел там в ДДХ. Неважно, есть ли у него профильное образование, вот в идеале. Но важно, чтобы были рядом компетентные люди, экспертное сообщество, которые могли бы формировать его управленческие навыки. А вот это имеет особое значение, управленческие навыки, поскольку именно это дает возможность управлять любыми процессами. Аня, ну согласись, это незаурядное такое событие, незаметное, когда человек, участвовавший, будь оно проклято это слово, в освоении самой крупной суммы, пущенной на дороге за последние годы, многие, вдруг объявил о том, что вот все, я освоил, я ухожу. Мне больше всего печальным в этой ситуации кажется то, что у нас наступила наконец-то настоящая зима, Киров засыпало сугробами, а дирекция дорожного хозяйства осталась без директора. Ну да, и хотелось бы заметить, на русском, последний раз он мне это говорил, и говорит, слушай, может где-то земельки купить, домик строить? Я не знаю, что с ним случилось, может быть его там кто-то терроризирует, кто-то, так сказать, звонит ему с угрозами, может его кто-то запугал за ту хорошую работу, которую он проводил. Я не понимаю, надо разобраться, написать бы заявление. По поводу сегодняшнего дня, конечно, аншлаг, я сюда добирался... Подожди, подожди, дайте еще про Менькиного, я хочу напомнить, просто как развивались события-то, поэтому можно судить, об этом можно судить по заголовкам новостей, кстати, на нашем сайте хакирова.ру. Вот новость от начала октября. Елена Ковалева, Менькино, в первую очередь мы спросим с вас, это за плохую работу, на ее взгляд, по дорогам. Уже не спросим. Далее, Менькина штрафовали из-за жалоб горожан, да, действительно штрафовали. Новость от 14 ноября, появилась информация об увольнении Менькина. На следующий день Менькин не подавал заявление об увольнении. 22 ноября Менькин опроверг слухи о своем увольнении. И вернулся на работу. Да, и 13 декабря Менькин уходит из ВДХ. Вот как события развивались. Я думаю, вообще нужно в защиту Менькина дать заявление в прокуратуру, потому что КГБ, ФСБ, потому что, мне кажется, его запугали. Как он так по собственному желанию отсюда уехал, если он клялся, божился прямо на лобном месте в Трифоновом монастыре, что он здесь на 20 лет. Может быть, кто-то не хочет, чтобы он хорошо работал. Он же хорошо работал, как многие говорят. Правильно? Вы сейчас правду говорите? По факту заготовка, которая размывает ответственность. Если посмотреть на эти вещи таким управленческим взглядом, таких заготовок у нас много. Мы видим этих людей, которые приходят на какие-то должности. Мы понимаем, что они делают, зачем, когда они уйдут, и эту ответственность размоют. Размоют ответственность, размоют капиталы. Ну, как бы финансы, активы, деньги, бюджет, так скажем. Если эти механизмы работают в рамках нашей области и страны, то, конечно, об этом говорить надо. Но, с правой точки зрения, уличить, либо, так сказать, рассчитать очень тяжело. И никто, к сожалению, этим не занимается. Заказа нет, так сказать, у власти. А общественники продавить не всегда могут. Вот грустно очень. Вот грустно. Давайте позвоним Андрею Юрьевичу и спросим у него, в конце концов. Да и все. Что, будем звонить? Ну, давайте попробуем, если получится, конечно. Потому что мобильный телефон Андрея Юрьевича выточен. Я накануне набирал... Я же говорю, это его... Может, вообще его арест... Нет, подождите, что он сразу о плохом? Я набирал номер мобильного телефона Андрея Юрьевича накануне тот телефон, номер, который известен журналистам, общественникам. Он выключен. Я предлагаю сейчас позвонить. По-городскому? В Москву? В Москву. В Академию развития туризма. Вот в это туристическое агентство. Генеральным директором до недавних пор, до прихода на должность ДДХ был Андрей Менькин. Ну что, запугали вообще сейчас. Я расскажу свою историю. Я звонил по этому номеру несколько месяцев назад под запись. Запись не сохранилась. Давайте, Багир Багирович, вот сейчас позвоним в Москву. Давайте, вы пообщаетесь. Мы сейчас звукорежиссера попросим. Вы пообщаетесь. Мы с Аней помолчаем. Вы же общественник. Ну кого он мне... Вы же контролер. Вы же были связаны. Алло. Алло, Москва. Алло, Москва, Кремль. Мать городов русских. Слушайте, может, уже МКАДом там, так сказать, заведует. По идее, получил здесь старт и вперед. МКАДом? Слушайте, мне кажется, что в Москве не приходят на работу в 11 часов. Нет. В туристическое агентство. А я вам еще часов три позвоню. Нет, график работы там указан с 11 до 8 вечера. Ну, Володя, еще 15 минут прошло. Может, у людей планеркой сейчас. 15 минут платное время. Поэтому они не берут трубку. Ладно. Слушайте, его не судьба, видимо. Дайте я все-таки расскажу эту историю. Я его боюсь, что все-таки его, так сказать, забрали куда-то, вывезли, держат. И требуют с области, может быть, какой-то, так сказать, выкуп. Да, факт. Потому что иначе... Но мы пока об этом не знаем. Аня, ты же помнишь, что я звонил в Москву? Да, я помню, конечно. В общем, наши коллеги, я не помню, из какого информационного ресурса написали, что они... Как-то им пришла мысль в голову позвонить вот в эту Академию развития туризма в Москву. И там сказали, что Андрей Юрьевич временно отлучился в город Киров и работает здесь у нас. Но по прошествии какого-то времени он обязательно вернется на генеральное директорство. Меня что-то тоже так вот... захотелось тоже набрать этот номер, позвонить. Подтвердить информацию. И под запись я, кстати, взяла женщину, девушка с хорошим голосом. Я так давил на нее, дайте мне пообщаться с Андреем Юрьевичем. А вы кто? Ну, я таким пранком занимался, что я хочу заказать очень дорогой тур. И вот хотел бы лично пообщаться с Андреем Юрьевичем. Жалко, запись не сохранилась. Неприлично дорогой тур. Когда я чистил свой ноутбук здесь, я просто удалил этот файл. А зачем? Такие вещи надо сохранять. Надо сохранять. Но ты это слышала. Я слышала. Я могу подтвердить, что был файл. Наш главный редактор, Светлана Занякова, я слышала, слышала, что там сказали, что Андрей Юрьевич должен вернуться. Да, там было сказано, что временно его нет. Временно его нет. Как это сейчас объявление требуется на это, на север, как это называется-то? Вахтовый метод. Вахта на вахте в Киеве. Вахтовый метод, да. Я думаю, вахтовиков здесь полно, вы их видите, вы их знаете, да. Так, нам пора сделать, да, небольшой. Перерыв небольшой, нам звукорежиссер сигналит, да, сейчас сделаем перерыв и вернемся. Продолжается дневной разворот. Вот Багир Шариф с нами, член региональной группы общественного контроля за ремонтом и содержанием дорог при общественной палате региона. И мы по-прежнему ждем еще Виталия Брама, который бежит, добираясь к нам через сугробы. Я не знаю, долго он бежит, но вот Багир говорит, что он филейку начал обходить с 6 утра. Удачи, Виталия. Ну, мы ждем его. Фискуль, привет. Да, кстати, я думаю, мы уделим несколько минут тому, чтобы обсудить сегодня состояние снежное, снежный плен, в котором оказался наш город, 211-101, номер нашего телефона. Но Багир Багир же сказал, что ехал на общественном транспорте, понимает, что не успевает, таксиста поймал. Ну, как бы подвез меня просто человек. Я обещал позвонить в эфир. Башкиев Олег. Он рассказывал, как он с утра бродил по всем, так сказать, улицам города и в каком они состоянии были с 6-7 часов утра. То есть это, так сказать, мягко говоря, коллапс. Как кто сюда добирался? Ну, вы пешком. Я пешочком хожу. Я вот не успел пешком, я понял, что не успею. На общественном транспорте бесполезно, а потом уже выбегаешь, там что-то ловишь и как-то там доезжаешь. Ну, конечно, очень грустная история. А я на машине приехала. Я приехала на машине за 10 минут, и еще 30 минут здесь крутилась, искала место, куда поставить машину, чтобы потом выехать. Чтобы не оказалось так, чтобы я вечером откапывалась еще. Ваш маршрут, видимо, в VIP-списке каком-то находится. Я не очень далеко живу отсюда. Четвертая власть. Дайте я еще один вопрос задам по дирекции дорожного хозяйства и по Менькину, и дальше мы уже пойдем к нашему второму поводу для встречи. Это решение УФАС по критериям оценки качества уборки. У меня мысль, нет, озвучу все-таки, у меня мысль, что получается, по большому счету, неважно, кто возглавляет дирекцию дорожного хозяйства. Все равно все шиворот на выворот будет. Ну, вот с точки зрения компетенции мы спрашивали у Менькина, он сказал, что я оцениваю на 10 баллов, да, хотя профильного образования, как мы все понимаем, у него нет. К большому счету профильное образование. Подождите, он говорил, что он получил профильное образование. Профильное. Как раз накануне он диплом получал какой-то строительный дорожный. Ну, там другой совсем диплом, практики именно в этой области и так далее. Нет, вчера он делягинно слушал, как он на эту тему рассуждал, то есть есть великолепные, выдающиеся ученые, у которых этого образования нет, но они его находят. Здесь нет и второго, и другого. Суть в другом. Если человек пришел управлять, у него должны быть навыки управления. Например, у меня есть Академия государственного управления, да, то есть я работаю и там и в бизнесе, и общественной деятельностью занимаюсь. Еще какой-то опыт работы в аппарате именно, потому что вот госслужба, это отдельная такая тема, там, со своими интригами, нюансами. Надо быть психологически к этому готовым. Да, и это важно, чтобы какой-то опыт был именно управленческий. А по поводу опыта именно профильного, необходимы эксперты, которым ты можешь доверять, которые имеют компетенцию в этой области. Вот такие, как Шамиль, такие, как вот сейчас уже Виталий Брам, да, человек, который, так сказать, на «ты» общается с законом, с ФАС и так далее. Который низкий поклон, который отвоевал, так сказать, условия по контракту с заключенному, опять же, вот ошибочно или умышленно? Я считаю, что все-таки, если есть контракт, который в прошлом году предполагал критерии оценки качества выполняемых работ, а потом был исключен, это умысел. Прошу прощения. Звонок примем, давайте. И перейдем уже к... Есть звонок? Олег звонит. Есть звонок? Нет звонка. А, ну хорошо. Все, давайте подробнее осветим эту тему. Накануне информация появилась, и Виталий Брам как раз-таки ее опубликовал, и в группах, и на своем сайте. В общем, вы, коллеги, общественники, подавали заявление в УФАС с просьбой проверить контракты, вот это на зимнее содержание дорог, на предмет того, а существуют ли там вообще критерии этой уборки, этой работы, да? Несколько признаков было. Во-первых, идет укрупнение категорическое, колоссальное контрактов, что, так сказать, мы видим, в прошлом году они были разбиты, в этом их начинают собирать в одни лоты, там по 100, по 200 миллионов, но туда не может заявиться человек, поскольку в условиях контракта указано, что нужно предварительно положить какую-то копеечку, так сказать, 5%, потом 15 обеспечений и так далее, и тому подобное, ну или предприятие небольшое, которое, так сказать, могло бы все-таки осуществить эту функцию. То есть это конкуренция, которую, мягко говоря, они нарушают. Первое. Второе, да, убрали оттуда критерии признаки, критерии оценки качества выполняемых работ. То есть там около 18 критериев существуют, они раньше были в приложении, сейчас вообще в принципе их убрали. Например, что это там? Ширина, расчищаемая часть? Да, там состояние само дороги, газона, тротуара и так далее. Ведь все это имеет значение. То есть сколько там осталось, так сказать, или в принципе не осталось снега на дорожном покрытии, на тротуаре, виден ли он, на проезжей части, на газоне, чем, когда посыпали, сколько времени уходит на то, чтобы это сделать. Там это может, так сказать, быть сделано в день, когда там начал уйти снег, да. А в другом случае там написано, например, передернули там в течение трех дней. То есть разница-то большая. И в принципе эти критерии оценок позволяют определять суммы, которые, так сказать, впоследствии платятся подрядчику. В прошлом году, как вы помните, поставили оценку. Хорошо, отлично, отлично. За те, но как бы за декабрь месяц, которые мы все утопали в снегу, вы помните? То есть получается так, что мало того, что качество работы оставалось на, желало, так сказать, лучшего, а еще по полной мере максимально была оплачена, так сказать, деньги. Ну вот как это? Норма по-вашему? Вы помните декабрь месяц прошлого года? Я помню, прошлый год вообще была тяжелая зима в этом смысле. Сложно было добираться. Вот за эту тяжелую зиму подрядчику заказчик заплатил практически номинал денег. Вот сейчас в этом году вообще нет, так сказать, повода для того, чтобы заплатить меньше. Ну как бы в следующем году... Придираться не к чему будет, да? В следующем году, если бы вот тот контракт, который, так сказать, они выставили, он был бы подписан, да. Ну то есть вот так. Я можно задам уточняющий вопрос? Я в этом умысел вижу, понимаете? А контракты разрабатывались когда? До прихода нового главы администрации или при нем уже, при Жульгине? То есть они разрабатывались до, надо полагать, да? Конечно, нет, при нем, в том числе разрабатывались. Более того, разрабатывались они там конкретные лица, находятся в ДДХ, да, и Шутинов. Есть люди, которые отвечают, ну Менькин ушел, ну так что, не ушли основные люди, которые готовили эти контракты. Там конкретный исполнитель есть, там есть Симаков, там есть все, кто, так сказать, их принимали. И если они что-то упустили, они сделали это, ну, на мой взгляд, исполнители умышленно, поскольку, ну, я вижу в этом халатность, так сказать, и саботаж. И халатность имеет признаки, и в принципе, уже, так сказать, в какой-то части она карается законом. Ну как, смотрите, был контракт, вот я бизнесмен, да, например, я там человек дела. У меня был контракт, вот юрист подписывает контракт, отработал качественно, все хорошо контракт. В следующем году вдруг по какой-то причине с каким-то контрагентом подписывается контракт с минусом. Так я сразу в этом заподозрю у менеджера личный интерес, там откат, все что угодно. Ну, коррупцию, мягко говоря, или там подлог, или там халатность и так далее. То есть я не буду с ним вообще даже эту тему обсуждать. Если он это сделал по каким-то другим причинам, пусть объяснит. Если он это сделал по причине того, что он, так сказать, ну, не очень, ну, как это, халатность какая-то там проявил, или там что-то забыл, то он тоже не нужен на моей работе. Зачем? Он же завтра забудет, у меня еще миллионов десять. Правильно? То есть я вообще не понимаю. Ответственность размывается именно таким образом. Я полагаю, что кто-то подписывал вроде Менькина, и я полагаю, что на сегодняшний день там ответственности нет, спросить не с кого. Ну, а они там сидят и думают, ну, не пролезло. Ну, мы пойдем другим путем. И они продумывают уже ситуацию, вот сидят тупо и продумывают. Да у них, может, уже есть план Б, мы же не знаем про это. Конечно, у них план Б, В, Г, Д, Е, Ё. Поэтому надо все-таки туда приглашать того человека, который будет внесен с общественным мнением, который будет под контролем, управляем именно обществом. Именно интересами, так сказать, вот как Браму задают вопрос, что вам надо, вы зачем, вы чьи интересы представляете? Это говорит область, в смысле город, городская администрация, работник. Это на встрече, на встрече, да? Но это в записи есть, задают Браму вопросу, вы чьи интересы представляете? Он говорит, слушайте, общество людей, ну, мы же живем здесь. У них нет представления об этом, они понимают, что интересы можно представить. Либо, так сказать, группу одной, там, я не знаю, ну, предположим, губернатор, либо другой, предположим, так сказать, того, кто хочет быть губернатором, или тот, кто, так сказать, здесь потирает руки уже лет пять и желает. Понимаешь, у него нет представления, что можно представлять интересы здравого смысла, либо, так сказать, соседа своего общества, ребенка, отца, матери, там, и так далее. Вот так вот и живем. Ну, так что в итоге с контрактами-то они разыграны? ФАС обязал их вернуть все обратно, за что ему огромное спасибо. Вот сейчас хотелось бы благодарить тот же ФАС за понимание. Мы, у нас очень немного инструментов, мы благодарим общественную палату ребят, которые там реально работают, Галецких, вот, Сичихина и так далее. Диму Курдюму, который начинал все это, Андрея, так сказать, Юсенко, который сейчас в Москве, хоть, хоть, ну, это люди, которые принимают участие в процессе. Вот здесь ФАС плюс один на нашей стране, огромное спасибо. Я думаю, что в карму, там, детки, здоровье, благополучие, Деда Мороза будем просить, чтобы вот и ФАС в том числе, он, так сказать, ну, наградил. Ведь, понимаете, в чем проблема? Контракты-то уже разыграны? Они должны были быть разыграны, мы вовремя, так сказать, Виталий написал, что сэкономить, в результате торгов удалось 7 миллионов 650 тысяч рублей. Ну, как бы, уже, да, уже что-то, правильно? Ну, через другое место они делали это, все делают, ну, уже что-то. То есть мы говорим о том, что приходится с системой, ну, мягко говоря, бороться. Какой смысл, если они получают деньги? Вот мы все платим налоги, а налоги платим бешеные, да, плюс еще будем платить, там, НДС увеличится и так далее. Отдельная тема, но готов говорить о том, что все-таки наше государство должно как-то о нас заботиться, а оно нас просто обдирает, да. Так вот мы эти налоги платим для того, чтобы они работали, а они, ну, мягко говоря, за эти деньги пытаются, наоборот, еще и проблему нам создать. Ну, куда это годится-то? Я вообще считаю, что с этим надо разбираться очень серьезно. И все ждут команды, и все все знают. Я вот уверен, что и прокуратура, и следственное дело, они все все знают. Потому что люди, которые попадают наверх, они вообще, так сказать, там быть не могут. Гипотетически, кредиты доверия нет, репутация. Там вообще люди, так сказать, просто, ну, безумие какое-то происходит. Мне кажется, все ждут какую-то команду. Но все все знают. И вот в этой системе координаты тоже. А когда городская администрация... Давайте я скомандуй, а? Командуйте. Три-четыре. Поехали. Работать. Можно, парни, можно. А когда администрация говорила о том, что мы намеренно вроде там исключили критерии-то оценки, чтобы лучше еще работать, это вообще как... Ну, как? Это вообще как понимать? А как вы это понимаете? Мы намеренно исключили критерии оценки, чтобы лучше работали? За надувательство какое-то воспринимаю. Ну, вот халатность, халатность, саботаж. Надувательство, это, так сказать, такой термин, знаете, не юридический, а саботаж. Уже юридический, уже под ним возникает конкретно там уголовная статья, и уже, соответственно, как-то так вот. Критерии-то все-таки будут у нас теперь? Будут. Теперь будут. Теперь благодаря великолепному Бараму будут. Спасибо ему огромное за то, что он... Ну, он умничка, он очень хорошо работает с контрактами, у него, видите, есть опыт знания, и, так сказать, команда, и время. Он не женат, у него нет детей. Ну, вот, у меня вот мелкий... Такая реклама сейчас была, да? Мелкий заболел, там еще что-то, а у него вот есть время, и спасибо, что он такой у нас есть. Один-единственный вопрос к Виталию. Где он сейчас, он должен? Может, он как раз... Должен уже откопаться из сугроба, наверное. Если там он спасает девушку какую-то. Или машину что-то толкает. Ну, девушка на машине, да. Он же простую девушку не выспасает. Он же Брам. Так, подошло время рекламы. Прервемся. Программа «Дневной разворот» продолжается в нашей студии Багир Шарифов. И мы по-прежнему ждем, да, Виталия Брама, который все никак не доберется до нас. Анна Лапшина, Владимир Сметанин. Контракты на содержание дорог зимой. И вообще сегодняшнее состояние дорог, да. У нас есть опрос на нашем сайте kirova.ru и на нашей странице ВКонтакте. Звучит он следующим образом. Звучит он следующим образом. Состояние дорог в Кирове сегодня оцениваю на... И, собственно, четыре варианта ответа. Отлично, хорошо, удовлетворительно и неудовлетворительно. Я думаю, что вот это вот оцениваю на и все. Плохо на. Очень на плохо на. Очень на плохо на. Володя? На странице ВКонтакте первое место. Удовлетворительно и второе место неудовлетворительно. А разница в процентах можно сказать? А если суммировать их, то это почти 90%. Почти 90%. Неудовлетворительно. Нет, 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 меня интересует разница в процентном соотношении между удовлетворительно и неудовлетворительно. А, удовлетворительно 44,5, а неудовлетворительно 30, ой, простите, 43,8. Отлично, 1% разница И на сайте Кирова.ру такая же ситуация Но там вариант ответа неудовлетворительно Намного вырывается вперед 57% с небольшим процентом А вчера или сегодня? Запускали опрос вчера вечером Они утром проснулись наверное Продолжают голосовать В частности на странице ВКонтакте проголосовали Почти 400 человек Что в общем-то немало И тут еще и Комментарии у нас есть в ВКонтакте Илья Игоревич пишет Текущее состояние удовлетворительное Плюс неудовлетворительное Ремонт оцениваю как удовлетворительный Сроком на 3 года после ремонта Но 4 это гарантийный Много улиц не отремонтировано В городе пишет Лариса Мартынова Юрий Стародумов Сообщает Те кто ставит удовлетворительное и выше Вспомните про отсутствие ливневки И реки текущие по дороге В которых плавают автомобили Ну и просто отсутствие асфальта На второстепенных улицах нужно не забывать Ну в общем люди правильно отвечают Люди отвечают по состоянию ремонта Они уже компетентно Неправильно Компетентно отвечают Если они говорят о ливневке Ключевые моменты У нас уже все грамотные У нас уже любого можно ставить Дирекцию дорожного хозяйства Только не злодеев Зарплаты не очень большие Зарплаты конечно нужно белить Но это на мой взгляд В наших соседних областях Это такое так сказать Общепринятое правило Видимо платить показывает Там 3 рубля А реально человек получает 10 Я не понимаю где они берут эти деньги Как это происходит Я надеюсь что это не откат И не коррупция Но все равно это не то что должно быть На самом деле 211-101 Кстати вы можете поучаствовать В нашей беседе Высказаться По нашей теме И сегодняшнем состоянии Знаешь как реклама Деньги в конверте Да Но ты же понимаешь Что тебе с этой разницей Не платятся там налоги Социалка Тра-та-та Надо им тоже так говорить Что белую Белую давай против Ну пойду поработать Да в ДДХ Если белыми начнут давать Реальные деньги Слушайте я поняла Багир Багирович заявляет О том что пойдет Я как факт о том Если это будет так сказать Официально И легально цивилизовано Так ну пока мы ждем Виталия Я все таки попросила бы Багира Багировича Рассказать вот тот факт Что вернули обратно Критерии оценки Да для нас Чем это обернется То есть ну хотя бы Приблизительно мы можем Людям рассказать В каком состоянии Должны быть зимой дороги Сколько снега Надеемся В идеальном снега Быть в принципе не должно Вообще Ну конечно Если их убрали Значит ну в Европу Съездите Посмотрите что там На самом деле Ну в Европе нет таких Объемов снега Мне кажется Разве что только в Северной Смотрите с прошлого года Давайте примем звонок Давайте Давайте и вернемся Вы в эфире Алло Алло Добрый день Добрый Как вас зовут Александр Да слушаем вас У вас вопрос мнение У меня мнение Ну или можно сказать Предложение Как хотите Так и расценивайте Я считаю Что надо всех Людей Связанных С дорожным Хозяйством И так далее И тому подобное Просто пересадить На обычные Автомобили Причем на обычные А не на джипы И так далее И тем более Не на служебные Которые ремонтируются Заправляются За счет Нового подвесника Грубо говоря И пускай они По этим дорогам Сами поедут Позабривают машины Которые сжигают Бензин В пробках Поломают Поремонтируют Точнее Поломанные подвески И так далее И тому подобное Вот и все И просто Из своего кармана Чтобы они Оплачивают полностью То есть дороже И тогда может быть И они задумаются Как надо ремонтировать За счет чего Это надо ремонтировать Вот и все То есть ты Короче говоря Проще говоря Лишите их Служебного транспорта Пусть едет на своем Естественно Это нам Давным-давно Всех пересадить На личный транспорт Причем На обычный Путин же ездил На желтой ладе Калини Пускай все не ездят На желтых ладах Калинах Можно сказать Отличный автомобиль Для российских дорог Вот вперед Хорошее предложение Не, но мы Обязать чиновников Не можем Покупать на свои деньги Желтые лады Калины На законодательном уровне А, это требование Надо внести Конечно Через общественную палату Законодательную инициативу И вперед Есть еще только Возьмите пожалуйста Ситуация была С улицей большевиков И профсоюзной Повешен кирпич Я лично там попал На страх Да А теперь отменили Через Через Убран Да И стоит гречник Тоже штрафует людей Я говорю Знака же нету Так А он говорит Ну и что А там будто бы стоят Какие-то знаки Движения по полосам А сегодня По радио объявляет Что отменен этот знак А знаки движения По полосам До сих пор висят Очень интересно В общем разброд какой-то Для программы Для программы Долимый развод Автомобильный Сегодня у Володи Спросим обязательно Штраф напомните Там же встречка Пять тысяч рублей Естественно Пункт 12-1 По-моему Я не помню точно Ох ты Я там договорился Штраф меньше дали конечно Договорились Спецназ Имеет место быть Спасибо Спасибо Александр Чувствую Заинтересованности Я думаю Много сказал Много сказал Мне кажется Вот после слова Чиновников Связанных с дорогами Нужно пересадить Вот все остальное лишнее Вот этого хватит Пересадить Пересадить Так мы остановились На подробностях Мы остановились на подробностях Позитивные изменения Сейчас у нас должны произойти Дороги должны Очиститься лучше Не должно быть снега И за те же деньги Что в прошлом году Когда критериев не было Ну да Фактически мы понимаем Что на содержание дорог Выделяется не более 30% денежных средств В принципе Это важно 30% от чего? От необходимой суммы По идее у нас Миллиард должен быть Раз вот такие суммы 350 Рубль 30 как-то Должно быть Вот так Миллиард 300 Миллиард 300 И тогда этого хватит Ну и что? Мы можем прийти к этой сумме-то? Первое Второе Надо решать вопрос С полигонами На сегодняшний день Действует 4 полигона И на каждой из них Свалки снежные Да Вот эти снежные свалки Там же существует Правила По которым эксплуатируются полигоны В том числе Рекультивация И так далее Значит очень важно Понимать Кое плечо Ну то есть это Как бы экономические Условия Которые нужно Проговаривать Еще там существует Способ утилизации Там газовая Там дизельная И так далее Голиевые Простите Установки Плавка 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 и топка Это снег Да Есть как бы узкие специалисты Которые могут эту тему осветить Это конечно другие деньги Но тем не менее Ну собственно Еще есть способ Уборки Ну обслуживания Как мы понимаем Есть мнение У специалистов Профильных Что в принципе Можно перейти На уборку накатом Обслуживание Улиц производить Это когда снег выпал И утрамбовка происходит Утрамбовка Прошли утрамбовались Снег выпал Снова утрамбовались Вот именно так делают коми Гравийная крошечка Три там пять Миллиметриков Именно так делает Наш сосед коми Нужно понимать Ну там есть плюсы Есть минусы Хотя бы Это городские тоже трамбуют Именно Плюсы в том Что там нет песка Можно дойти Ведь вообще Дома скроют Вот это минусы Плюсы в том Что нет песка Вот эта песко-соляная смесь А крошка потом собирается весной Да Песко-соляная смесь Которая как бы Очень здорово сказывается На наших с вами Легких аллергии И так далее То есть это же Опасные продукты Какой-то категории Она потом Летом Весной И создает здесь Песченую бурю Значит В этом плюсы Минусы в колейности Она может присутствовать И так сказать Создавать Ну небольшие сложности Плюс Конечно же Нужно эксплуатировать Такую дорогу С шипами На липучке Бывает там тяжело Когда моменты Оттаяли Затаяли Это вопрос спорный Его нужно обсуждать В узком кругу Профессионалов Специалистов И носить на решение Я бы предложил Взять какой-нибудь Район нашего города И попробовать В режиме проекта Пилотного Вот его Так сказать В таком качестве Откатать Чтобы посмотреть Насколько это эффективно Но А с точки зрения Содержания дорог Сегодня Например В середине зимы Где-то К декабрю А может быть Завтра Мы с вами увидим Что из 4 метров Эксплуатироваться Всего лишь 2 дороги То есть Это значит Что вот эти По полметра От конца дороги Это есть деньги Которые можно доплатить Которые можно не доплатить Понимаете Потом куда вывозить снег Иногда его Оставляют на Там обочине В результате чего Создаются снежные Вот эти Огромные Которые Огромные Айсберги Из-за которых Ничего не видно В том числе Пешеходам и водителям Это очень грустно Это же Желоб получается Да Это все Ходило в критерии оценки То есть Есть этого Или нет И по определенной Системе бальности Так сказать Сумма денег Которая выплачивается Подрядчику Она соответственно Уменьшалась В зависимости от того Какие работы он сделал Какие не сделал Если он не сделал ничему Ему платят все равно Все отлично хорошо Как в прошлом году Это конечно Произвол халатности Саботаж тот самый Я прошу прощения У нашего гостя У нас есть слушатель У него я тоже прошу прощения Что ему пришлось долго ждать Здравствуйте Здравствуйте Как вас зовут? Евгений Васильевич Да, Евгений Васильевич Вы знаете Дел Да, да, да Слушаю вас Дело в том Что У нас На АЦМ Все нормально Супруга у меня На 51-м автобусе Добралась Правда На полтора часа Раньше До работы Добралась Вовремя Все хорошо Я считаю Все Вот тут Ключевая фраза Из всей дискуссии Жаль что нет Виталия Викторовича Он не человек Почти родной Что Мало инструментов Вот Мало инструментов Для того чтобы Наладить Эту систему Чтобы она работала В общем-то И Многопартийная система Тоже Инструмент И партии Инструмент А инструментов Все равно Мало В общественной Палате Мало Полномочий Ну и Простых граждан И прочее Прочее Да ладно Багир Багирыч Наверное не согласится Что у простых граждан Есть инструмент Мне кажется Просто нет желания У некоторых товарищей Контролировать Багир Багирыч Я как-то Книжку Давал Читать Да Я прошу прощения У нас две минуты Остается В общем мы поняли Нет инструментов Евгений Васильевич В общем все есть Ну Это Извините Хотели как лучше Получаться Почему-то Как всегда Спасибо Понятно За внимание Хотя не очень конечно Ой Че менять то Как общественники будут работать Вот Брам пишет Что он сейчас Принимается на Это Сейчас занят Извините Не успеваю Я принимаюсь Главой дирекции Дорожного хозяйства Он Он на приеме Главой дирекции Дорожного хозяйства Он принимается туда на работу Ну как бы оформляется 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 Боже мой Эксклюзив В нашем эфире В прямом Виталий Брам Пошел работать В дирекцию Дорожного хозяйства Его можно поздравлять сейчас Это не шутка Это не шутка Багир Багирич Я не знаю Он пишет Малори он мог мне пошутить Ну ну давайте дальше Что написал то Озвучите пожалуйста Сейчас придет Сейчас должен подойти Он написал что Так у нас минута остается До конца эфира А дальше новость Давайте о хорошем Дед Мороз Новый год Загадываем желание Помолимся за Менькина Помолимся за всю службу нашу Как бы и поможем чем можем Жри снег Чтобы его стало меньше Это в прошлогодняя шутка В этом году мы уже просто Начинаем прости Деда Мороза О том чтобы дал нам Вакантное место Человек определяет Личность Играет ключевую историю В эффективности проекта И так далее Короля формирует свит А вот мы сейчас Концентрируем внимание На дирекции дорожного хозяйства И очень там хотим Чтобы туда пришел адекватный человек Который смог бы Ну конечно Не чудеса творить Но тем не менее Системно Последовательно Решать проблемы Существующие С дорогами в нашем городе А как это вы так говорите Пришел А вдруг там заместителя назначат Его Его Слушайте ну мы же помолимся Мы же попросим Но если всем нам объединить Наши так сказать Усилия И мысленные процессы Наши чайные Можем сдвинуть Так сказать В этой жизни много Ну и я хочу Хочу обратить внимание На то что все таки Не надо забывать Что те люди Которые идут Своей дорогой Они туда придут Я не знаю Кто-то идет в ад Но он придет туда Ты не спотыкайся Не уподобляйся Не так сказать Не осуждая Просто делай правильно Своё дело Я просто так живу И я считаю Что это правильно Это эффективно Потому что бороться С ветеринами мельницами После каждой темы После каждого эфира Можно добавлять А сейчас Багир Багирович Послушаем Каждый идет своей дорогой И вот туда куда придете Туда и придете И все Ну хорошо В общем желаем Адекватного руководителя Дирекции дорожного хозяйства И силы терпения Нашим общественникам И контролерам Багир Шарифов Был с нами в эфире В первом части Дневного разворота Анна Лапшина Владимир Сметанин Мы с вами не прощаемся Вернемся в начале первого Дневного разворота